Так, привет, это Сафир. Новое видео. В этот раз оно посвящено на самом деле даже не турниру. Сейчас будет просто обычно играя зло. Играю я сейчас вот такой декой. В общем-то, последние два дня я только ей играл. И сейчас я добрался со скрипом до рейтинга 1392. Поэтому я сейчас показываю, как этой декой берется типа 1400. Сейчас я вот рвусь в бой с кем-то. И если я выиграю, я должен перевалить за 1400. Дека не скажу, что прям сильная какая-то потрясающе сильная. Ей, безусловно, должны прилагаться достаточно хорошие руки прямые. То есть играть ей явно не халява. Но с другой стороны, получается, что 1400 ей можно набрать. Так, соперник интересный. Так, впереди пилз-манипулятор есть. Но делает он небольшой урон. Наверное, достаточно часто в этой ситуации он будет или пропускать меня винилом, или тремором перекручивать. Поэтому посылать своих вот этих вот бойцов с каким-то количеством пилюли здесь не очень правильно. Попробую здесь через... Просто через пустой ход. То есть я коплю все пилюли для финальной атаки каким-нибудь там эловисом или еще что-нибудь такое. Ну, то есть я здесь не могу играть на каких-то там средних пилюлях, потому что очень часто он либо будет вот этим тремором меня перекручивать, класть там 5-6 пилюль, либо будет пропускать. Я как бы сейчас не могу точно знать, собирается он пропускать или перекручивать, поэтому попробую сыграть надежно. А надежно в этой ситуации это просто его без пилюль пустить. Ну, он вообще выбрал некий третий вариант. То есть просто решил меня пробить. Ну, в целом имеет право на жизнь такой ход, я думаю. Конечно, я его вообще не ожидал, поэтому... Не готовился к нему с другой стороны в целом. Ну, и не готовился, и чё. В общем-то, по сути, это ничего не меняет. 5 урона это не смертельно. Дамажит у меня, чуваки, неплохо. То есть пока ещё всё хорошо достаточно. Ну, допустим, ты пошёл, да? Достаточно часто ты будешь там идти на низких пилюлях. Идти по пилюле ты там оставляешь для будущего. А какое будущее у тебя? Будущее у тебя этот вот этот тремор со всей своей дури. А дури сколько у него? Дури у него 70. Даже 78. Чтобы его стопроцентно пробить и сеять его 78, я должен сделать 80. То есть сейчас 4 пилюли я могу отдать. И достаточно красиво, мне кажется, в этой ситуации будет пойти лолой, наверное, на 4 пилюлях. Правильно ведь? 87. Да. То есть 4 пилюли я могу отдать. Если сейчас лола делает своё грязное дело, он теряет 4 хитпоинта, у него остаётся 10. Потом он теряет ещё 6, у него остаётся 4. И получается, что он всё ещё может там вырулить. Нет, что-то как-то всё не так. Планы тогда меняются. У меня был план грохнуть лолой и эловесом 2 крича, а потом там типа хрен с ним, пусть свои 4 наносят. Ну как-то всё тут всё немного не так. Но всё равно надо лолой сыграть. У него там 14-я атака. Так я его перекрываю пустым, так с запасом в одну пилюльку. Больше одной пилюльки я там не вижу, поэтому 3 пилюли я ему даю. Просто хочу так сыграть. Ну потому что как-то неохота мне дага отдавать. Я тут просчитывал, могу ли я стопроцентно его грохнуть, но что-то как-то у меня не получилось стопроцентно, потому что... Да, сейчас я могу гарантированно пронести своего этого эловеса, но как-то фигня в том, что он может потом с яростью меня жахнуть. А, ну кстати, просто правильный ответ в этой ситуации, наверное, пойти вперёд дагом. Если он дагом и его грохнет, с яростью, я спущусь до 3. Я спущусь до 3. 6. Да, потом я его просто до 2 спущу, тоже с яростью. Если он меня убьёт без ярости, то я его тоже без ярости убью. Это будет партия. Ну, в общем, по ходу дела 1400 этой колоды набирается. Колода, в принципе, я её сам составлял, но она уже опубликована под каким-то туми именем Elvis Plus Duck. То есть, я её даже не первый автор. Ну, играть можно. Стоит не очень много. Ну, хотя нет, наверное, много всё-таки стоит, потому что здесь даг есть дорогой. Просто даг у меня давно, я начинал с вортексов играть. Это мой, наверное, самый первый клан, который мне до хрена всего игр наиграл. Поэтому даг у меня в коллекции уже очень-очень давно лежит. Ну, а такой получился бой. Я не знаю, показателен он или не особо показателен, но в любом случае. Тут неплохо я лолой угадал, когда чувак на низких пилюлях идёт. Но вот этой колодой, когда играешь, очень часто нужно всё-таки читать хеды соперника. Просто так ей там абы как пилюльки давать не работает. Ей надо всё-таки вдумчиво играть. Вот, ура! Первый раз я добрался до 1400 ло. Мне за это даже какую-то награду дали. 10 кредитов. Ровно 1400. Чувак какой-то был лузер. Я ожидал побольше экспо, потому что у меня перед этим боем не хватало всего 8 очков. Где у меня тут история боёв-то? А, ну, кстати, вот история игры этой декой. Можете посмотреть, какое тут количество побед и поражений. Ну, вот хотя бы там... Раз, два... Ну, в общем, дохрена ей победа делается. В принципе, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, четырнадцать, четырнадцать, шестнадцать побед. Раз, два, три, четыре, пять поражений. Шестнадцать побед, пять поражений. В целом, ну, по-моему, хороший результат на таких высоких ЛО. Конечно, восемь мне сейчас дали, это мало. Прям очень скромно и неинтересно. Но в любом случае пойдёт. Вот такая вот игровая сессия.